Меня зовут доктор Джоди Спенза. Приступим. Итак, ваша биология, нейронная сеть, ваша химия, гормоны, проявления генов, ваше здоровье, все соответствует тому, как вы думаете, действуете и чувствуете себя. Согласны? То, как вы думаете, как действуете и как себя чувствуете, это ваша личность. И как я говорил, ваша личность создает вашу личную реальность. 95% того, кто вы есть к 35 годам, это совокупность заученного поведения, эмоциональных реакций, убеждений, восприятия и взглядов, которые функционируют как подсознательная компьютерная программа за пределами вашей осознанности. А в основном многие люди неосознаны на протяжении всего дня. Согласны со мной? Не принимайте это на свой счет, потому что вы просто действуете по программе. Итак, что обычно требуется? Кризис, травма, болезнь или потеря? И потом люди просыпаются, внезапно начинают осознавать свое существование. И так как они чувствуют себя иначе, они впервые могут посмотреть на себя со стороны. И это понятие в нейронауке называется метапознанием. Это все из-за размера лобной доли, 40% мозга. Там находится ваше осознание себя. Это означает, что вы можете изменить ваше состояние, чтобы добиться лучших результатов в жизни. Вы можете посмотреть на себя, осознать, о чем вы думаете. Один из величайших моментов в моей жизни – это когда я осознал, что только потому, что у меня есть мысль, не обязательно означает, что она правдива. Другими словами, не верьте всему, что вы думаете. И как только я осознал, что у меня есть выбор, либо подкрепить эту мысль, либо нет, внезапно я стал способен подмечать это. И так вы должны со мной согласиться, что если вы подмечаете свои мысли, это значит, вы больше не являетесь программой. Вы – сознание, наблюдающее за программой. И вы начинаете отделять себя от автоматического бессознательного состояния. Как много людей с вами? От этой мысли, которая возникает, и преодолеть эту мысль. Потому что эта мысль приведет к тому же выбору, верно? Ведь нужно осознанно осмысливать, кем вы больше не хотите быть. Затем вам необходимо наблюдать за своим поведением. И когда вы начнете наблюдать за поведением, вы должны принять решение с таким твердым намерением, чтобы размах этого решения нес в себе уровень энергии, превосходящей, заложенную в ваш мозг программу, и эмоциональную зависимость или память вашего тела. И ваше тело реагирует на новое сознание. Оно наполняется приливом энергии. И когда оно получает этот прилив энергии, это служит ему образцом на будущее. Вы хватаете жеребца за поводья, тянете эти поводья и говорите «я здесь главный». И тело, как животное, начинает реагировать на ваш разум. Вам необходимо посмотреть на эмоции, чувства, которые вы ожидаете, будь то вина, стыд или ничтожность, которые стали настолько привычными, что вы не осознаете, что так себя чувствуете. Это просто стало естественным. И потом вам нужно решить, есть ли место этой эмоции в вашем будущем. Хочу ли я принести ее в свое будущее? Ведь пока я живу этой эмоцией, я живу своим прошлым. Как только вы начинаете наблюдать за состоянием души и тела, вы начинаете воплощать свое субъективное «я». Будто вы смотрите видеозапись, где вы играете в бейсбол, теннис, танцуете, говорите перед публикой, что бы то ни было, если вы способны наблюдать за собой, значит, вам становится легче себя исправлять. Затем процесс изменения заключается в осознании своего неосознанного «я». Когда вы каждый день принимаете решение, кем вы больше не хотите быть, вы оставляете прошлого себя, а ваше тело жаждет эмоциональной награды, прямо как зависимость. И вы должны понять, что это биологическая, неврологическая, химическая, гормональная, физиологическая и генетическая смерть старой личности. И когда вы начинаете это понимать, вы можете работать над созданием новой личности. Вы можете позволить своему телу ощутить вкус будущего перед реальным событием. И, как мы говорили, эмоциональная подпись – это именно то, что отправляет сигнал в ген, потому что организм не понимает разницу между реальным опытом вашей жизни, который создает эмоцию, и эмоцией, которую вы создаете с помощью мысли. Для организма это одно и то же. Материалисты скажут, я не могу воздавать благодарность за богатство, потому что его нет передо мной. Это потому что вы верите, что ваша личность каким-то образом формируется из вашей собственной реальности в данный момент. Другими словами, ваша среда контролирует то, как вы думаете и чувствуете. Это модель реальности Ньютона. Но квантовая модель реальности заключается в том, что ваши мысли и чувства влияют на вашу окружающую обстановку. Итак, когда вы решаете, какие мысли вы хотите создать и подкрепить в вашем мозге, вы перемещаетесь в новое состояние. И от этого состояния вы начинаете планировать свое поведение вместо того, чтобы зацикливаться на всем плохом, что с вами может случиться. Все, что вас будет интересовать, это то, что вы будете делать со всем вашим богатством, здоровьем и энергией, со всей вашей свободой. И как только вы начинаете планировать ваше поведение и репетировать действия, ваш мозг не будет видеть разницы между внешним и внутренним опытом, потому что если вы делаете что-то осознанно, мысль — это и есть опыт. Мозг воспринимает мысль в качестве опыта из-за размера лобной доли. Это главное достижение человечества как вида. С этого начинается созидание вашей новой реальности. И когда вы начинаете обдумывать возможности, рассматриваете их снова и снова, лобная доля заглушает зоны мозга, которые связаны со всей этой болтовнёй. Она — дирижёр оркестра. Она заглушает голоса и болтовню в вашем разуме и начинает случайно выбирать новые нейронные сети на основе вашего опыта и того, чему вы научились интеллектуально. И когда лобная доля начинает выбирать различные нейронные сети, создаётся картина. И эта картина называется намерением. Это намерение — ваш компас в будущее. И тогда вы можете совместить это чёткое намерение с возвышенной эмоцией. Некоторые скажут, «Я не знаю, как это будет ощущаться, потому что я этого ещё не испытал». Серьёзно, что бы вы чувствовали, если бы разбогатели? Счастье, благодарность, признательность, любовь к жизни. Дайте своему телу образец будущего. Дайте ему вкусить будущее. И если вы это сделаете, ваше тело начнёт изменяться, как будто опыт уже произошёл. Итак, если ваш мозг и тело показывают физическое доказательство от того, что опыт уже произошёл, тогда ваш мозг и тело больше не живут прошлым. Теперь они фактически стали картой в будущее. Жить по этому закону значит жить по квантовому закону. А квантовый закон гласит, что ваша среда — это продолжение вашего разума. Если вы по-настоящему измените свой разум, в вашей жизни должно быть доказательство. Люди говорили, что это невозможно, это никогда не сработает. У вас есть видение будущего. Они не могли увидеть то, что видели вы. Вы были вдохновлены видением, а значит, ваше тело ощутило вкус будущего. Вы уже в будущем, а они в прошлом. А они вас отговаривали, что насчёт того-то и того-то, что ты будешь делать, если произойдёт вот это. И вы думаете, это несущественно, незначительно, потому что я уже там. Разберусь с этим, когда это произойдёт. Вы приняли решение о своём будущем, и ваше тело теперь стало наэлектризованным. Оно начало откликаться на ваш разум. Вы покрываетесь мурашками и уже проживаете события до его наступления. Всё это, богатство, отношения и всё, что вы хотите в своей жизни, это ради эмоциональной награды. Разве нет? Так зачем ждать события, чтобы испытать эмоцию? Так бы сказал Создатель. Создатель уже испытал это достаточное количество раз, поэтому мозг и тело уже знают, каково это, но должна быть награда. Награда – это когда действительно происходит желаемое, но даже лучше, чем вы себе представляли, потому что ваше сознание теперь вовлечено во весь этот опыт. И квантовое поле – организатор этого события. Не вы это сделали. Это сделал величайший разум, который организует всё так, как вы даже не ожидали. Это должно случиться новым и необычным образом, потому что если нет, тогда это не в новинку. Если бы вы знали сегодня, что вы связаны с будущим, если бы вы были неравнодушны и охвачены этой возможностью, и каждый день оставляли бы след в поле, вы бы уже проживали этот опыт, вы бы знали, что это произойдёт, потому что ваш мозг и тело были бы объединены в состояние когерентности. Скажите, как бы вы вставали по утрам? Довольно радостными, да? Вы бы не таскались по дому, пытаясь проснуться, не так ли? Я называю это феноменом школьной экскурсии. Знаете феномен школьной экскурсии? Помните в детстве, когда вы собирались на экскурсию, вы просыпались раньше родителей, одевались, были готовы в путь? Вашей маме не приходилось по 4-5 раз будить вас. Вы уже были одеты и готовы идти. Почему? Потому что должно было случиться что-то новое. Вы предвкушали что-то новое. Вы вырвались из рутины. Что произошло? Просто тело уже переживает события. Оно жаждет неизвестного. Согласны? Когда вы начинаете видеть возможность, соединяйтесь с этой возможностью в квантовом поле. А сколько возможностей в квантовом поле? Несколько? А вы сказали бы бесконечно? Итак, при бесконечном количестве возможностей, существующих в квантовом поле, существует бесконечное число событий, да? Итак, если событий бесконечное количество, тогда и эмоций бесконечное число. И это не касается вины, стыда и ничтожности, потому что новый опыт целиком связан с трепетом, изумлением, магией и тайной. И если вы будете создавать свое будущее, ведь лучший способ предсказать будущее, создавать его каждый день не из известного, а из неизвестности, тогда ваше тело будет пробуждать вас по утрам, как перед школьной экскурсией, говоря, у нас есть кое-что, что нам нужно испытать сегодня. И это та самая энергия ожидания, которая открывает двери неизвестному, сверхъестественному и чудесному в вашу жизнь. Спасибо за просмотр, надеемся, вам понравилось увиденное. Если да, то ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Если хотите получать больше подобной информации, подписывайтесь на канал и нажимайте кнопку колокольчик. Успехов всем и процветания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...